И так, всем привет, с вами ДубГ и мы начинаем играть в Victoria 3. Да, вы не ошиблись, решил я вновь попробовать. Вышел пока что только в бета-патч новый, который немножко перерабатывает систему армии и исправляет. Как видите, я сейчас нахожусь на английском варианте локализации, на русском пока что еще не переведены вот эти вот штуки. Здесь мало того, что не переведены, тут просто типа Desk написано, то есть какой-то placeholder, по которому вообще ничего не понятно. Поэтому все-таки запустим на английском, я думаю, разберемся, не особая проблема. Посмотрим, что же они тут наделали, потому что как будто что-то такое более-менее толковое, но это пока я еще не играл. Возможно, я начну играть и сразу передумаю. Кстати говоря, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем. И выбрал я Россию просто, потому что, ну, а почему бы и нет? На России достаточно много механик, как ты успеешь попробовать. Поехали. Будем дефолтно, побольше конструктных секторов, затем перейдем на железовые инструменты, ну и будем потихоньку стараться реформировать наше государство. Начнем с полиции, чтобы поднять настроение нашим вот этим вот дворянам, а затем постараемся убрать крепостничество. Потому что если дворяне станут чуть-чуть подобрее, то в теории можно будет перейти в какую-то другую вот здесь вот реформу. Вот именно что, видите, сейчас они излятся, но если, если пройдет вот этот закон, они получат плюс лояльность, так что станет нормально. И у нас сразу прокает голод. Прекрасно. Дороговое соглашение с ценим, кстати говоря, я бы, наверное, согласился. Это позволит нам оттуда выкупать очень много ресурсов полезных. Я думаю, мы сразу можем делать из шелка одежду, потому что у нас теперь есть циниз, с которого этот шелк можно достаточно дешево, я думаю, покупать. У меня очень актуальный вопрос, что получается с людьми, которых мы вот сюда убираем, и как эту армию уничтожить, потому что как будто такой кнопки пока нету. Разговоря здесь теперь добавлено перемирие, я вижу вот с этой стороной. И, видимо, да, здесь тоже. Поэтому отправляемся, я думаю, сюда тогда. Здесь немножко по-другому теперь пишется дипломатия. Кто не решил, кто, видите, раньше было, по-моему, как-то по-другому. Вроде как манатик плей. Что значит это? А мы можем сначала, типа, попросить, и потом может эскалироваться это войну. То есть, в принципе, ничего не поменялось как будто. Ну, давайте попробуем перебросить всю нашу пехоту вот сюда, в 1-ю русскую армию. Здесь у нас имеется командующий такой, ну, нормального уровня, я бы сказал. Добавляем еще одного командующего, потому что теперь это, видите, отвечает за командный мит вот этот вот. Как раз-таки чуть более логично. Ну, допустим, возьмем себе вот этого парня. И как вы видите, здесь фиолетовая, я так понимаю, это из-за того, что work in progress, но наша армия перемещается. Наконец-таки. Черт, конечно, с одной стороны это не апгрейд, а ухудшение, ведь мы опять потеряли телепортационные способности, и армии теперь не телепортируются, а действительно перемещаются внезапно. Но, очевидно, с геймплейной стороны это намного лучше. И вот они доезжают и объединяются. О май гад. Давайте, кстати говоря, вот это то же самое сделаем. А нужно хотя бы что-то. Просто, видите, вот эти замерзились армии. А это просто остается на любой армии, и с ней ничего нельзя сделать. Давайте попробуем. Ну-ка, а саму эту армию давайте направим на фронт сюда. Для этого нужно как раз кем мобилизовать, и вот деплойт оф фронт. Поехали. Господи, звук невероятно громкий по сравнению с остальными. Тем не менее, теперь эта армия перемещается, и это. Вопрос только, куда будет перемещаться эта армия? Хорошо вопрос. Если, кстати говоря, делать хлебные законы, но, наверное, он не станет дороже на 25%. Скорее всего, он все так же останется достаточно дешевым. Да, зерно, точнее оно. Так, смотрите, здесь происходит нечто. Видите, заполняется полоса. Я так понимаю, это что-то вроде мобилизации, наверное. То есть, или восстановление. Это, наверное, организация этой армии. Мы можем... Нет. Ну, как бы можем, но у них больше организации. Значит, это не оно. Теперь давайте поищем, где у нас фэнсив вариант. То есть, во-первых, давайте проверим. Да, никто не зашел против них. Точнее, на нашей стороне зашел, против нас никто не зашел. А вот ногтейный фронт. Кто на этом фронте происходит? Давайте подумаем. Поищем. Мы полностью мобилизовались. Ага, мы мобилизовались все это время. Начинается битва. У нас отвратительная атака. Но, как будто так и должно быть. Давайте проверим. Ну да, у нас 10 атаки вот отсюда. И 5 еще, наверное, от генерала. Я так понимаю. Давайте проверим это еще здесь. Да, так и есть. Фронт захочет с нами подороговать. Да, давайте тоже согласимся. Я не против. Теперь, кстати говоря, смотрите, как можно делать. Смотрим какие-то дешевые товары. И здесь есть кнопка импортировать либо экспортировать. По-моему, раньше такой кнопки не было. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Но, по-моему, это тоже одно из нововведений. Допустим, вот вино дешевое. Из Франции можно закупать. И, допустим, нам там... Ага, это мы и так закупаем. Еще можно дорогую одежду и дорогие вот... Например, это мебель. Просто какую-то еще обычную мебель тоже. То есть вот так вот теперь можно делать. По-моему, это именно недавнее нововведение, что я раньше такого не помнил. Хотя оно, очевидно, очень нужно было. И мы сделали первый наш закон, который нам был нужен. Прекрасно. Можем в теории попробовать профессиональную армию сделать. Но это немножко радикализирует. Ребята, мы этого не хотим. Нам бы немножко от... Вот этого вот неприятного закона избавиться. Было идеально сделать вот этот закон. Потому что здесь будет у нас власть больше дворян даваться. Здесь фермерам. Фермерам мне больше подходит. Здесь как раз-таки вроде как нормальные законы. Когда здесь все-все еще будет как бы аристократами в владениях аристократов. А здесь уже как-то пополам. Как будто все еще у них есть какие-то владения. Но не только у них будет заключена власть. Как будто-то это получше. Соответственно, нам нужны индустриалисты. Либо интеллигенция. Интеллигенция больше всех у нас тут посильнее по власти. Надо придумать, как засунуть в наше правительство. Думаю, мы обязательно должны повышать им популярность. И доделаем вот так. И, наверное, я на фоне этого умешаю немножко налоги, чтобы у нас легитимность чуть-чуть повыше стала. Пока что дебахов нет вот этой легитимости. Так что нормально. Ну и давайте попробуем. Хотя нам надо еще хотя бы на немножечко повысить лояльность вот этих партий. Кстати говоря, продолжаются битвы. Смотрите, нас больше и в битве нас больше. Неужели они сделали что-то с этой системой? Когда очень странные битвы по количеству происходили? А пока что да. Действительно. Просто пушим очень-очень уверенно. Прекрасно. Смотрите, армия довоевала. И возвращаются они в свои домашние регионы. Здесь все еще находится вот эта армия. Но как будто она типа уничтожена. Видимо. Окей. Ладно, пока давайте сделаем вот такое вот наше государство. И разрешим нам колонизировать земли. Причем, наверное, вот так. Чтобы у меня население не попереселялось все в колонии. У нас хороший шанс это сделать. Я хочу побыстрее. Вот здесь вот у Японии поклонизировать земли. Там неплохие для нас ресурсы будут в будущем. И у нас остается протекторат. Нам нужно, видимо, да, как обычно. Смотрите. Докторат. Но они не поменяли цвет. Еще, конечно, им не хватает возможности вот здесь фото просто переносить как-то как фоечки, допустим, строения. Да, это точно стоит им улучшить. Ну да, переходим теперь на железо и очевидные инструменты. Потому что именно это и будет требоваться всему нашему конструкторному сектору и много чему еще. Да, возможно, я немножко перепутал по плохой памяти тип субъекта. Это из-за того, что они протекторат. Протекторат плюс один прогресс. Так понимаю, протекторат добавляет отношения. В любом случае, да. Но мы не можем сделать у нас вот этих... Это именно марионетка, а это протекторат. Марионетка, я так понимаю, лучше. Потому что мы можем их аннексировать. Кстати, давайте пролой это и сделаем. И они тоже отказываются внезапно. Нестрастно. Посылаем нашу армию. И да, этот звук не регулируется, видимо, другими настройками пока что. Война опять началась. Ну и тоже у нас нас больше. И мы действительно нормально атакуем. Конечно, не все 50, но хотя бы так. И да, теперь видите, армию надо переходить. Они телепортируются, они сразу... Блин, просто игра стала в 10 раз лучше. Она все еще, конечно, имеет миллиард проблем. Но как минимум тот факт, что армии гуляют, реально ходят своими ногами по земле. Это, конечно, уже делают эту механику хотя бы рабочей. Она все еще. Военная система здесь сломана, но она хотя бы теперь работает. Хотя бы в каком-то видим. Что раньше она даже и не работала. Сломанная, плохая. А еще ивентик на популярность интеллигентов. Это там не надо. Ну да, без проблем. Мы, конечно же, аннексируем все. И дальше у нас ивентики на плюс успех, как видите. Я был бы не против, кстати, навсегда получать престиж. Почему бы нет? И давайте поаннексируем дальше всех остальных. Ой, смотрите-ка, мы можем демобилизовать. Здесь описание все еще как о мобилизации, да? Если мы нажимаем демобилизацию, то да, начинается... Ура! Можно демобилизовать армии теперь во время войны. Господи. Игра начинает быть похожа на релизную версию. А, но я теперь должен подождать, пока она демобилизуется, из-за того, что я ее вручную демобилизовал. Потому что, фактически, если она до этого сама демобилизовалась, все было в порядке. Но сейчас я сделал это сам. Из-за этого, типа, все не совсем в порядке. У нас немножко за бюрократией проблемы, поэтому давайте-ка подстроим бюрократию. Порт обязательно на русском Сахалине так достроим. И то, что мы уже начали строить по варкшопам, обязательно тоже. Исследуем, кстати говоря, первую теху на науку. Получаем побольше у нас образованности за деньги. Конечно, нас мало кто имеет деньги, поэтому образованность не сильно подрастет, но хотя бы так. И нам бы к железным дорогам, на самом деле, было бы очень хорошо, поэтому давайте начнем здесь что-то качать. С разработчиками только не задумывались о своем интерфейсе и о том, что было бы неплохо сюда включить мод, который добавляет больше информации вот на этот интерфейс. Допустим, бесчестие, которое было во второй Виктории, которое все еще очень нужно в этой игре, то есть да, ты хочешь смотреть какое у тебя бесчестие, было бы шикарно иметь его вот здесь. Как это и делают в модах? Они все еще это не поняли. Я подумал, ладно, до этого мы так далеко не сможем дойти. Все-таки радикализуются, ребята, давайте хотя бы вот так попробуем сделать. Шансы небольшие, но они определенно есть. А если я попозже еще сюда как-то индустриалистов смогу засунуть? На это тоже есть шансы, знаете, тут достаточно просто под самый тик как-то их засунуть. Нужно, чтобы не только стали побольше, то вообще будут хорошие шансы. И пока только наоборот проблемы мы получаем, но надо, надо пытаться пробиться. Или нет, нас душит. Слишком уж тут много проблем. Первый раз уже отклонили, но еще есть шансы. Опять-таки нам нужно просто хорошие роллы ивентов и хорошие потом роллы на шансах. И еще один ивентик, тоже минус шансы, тут минус шансы и тут минус шансы. Да. Ну, хотя пока просто здесь вот сюда завоюем, я не вижу особого смысла тогда все это фаргулы на полный захват. Как-то с этим тянуть или еще что-то? В том смысле, что так это это их армия, да? Да, бухаринская. И протектор-то делать смысла мало, теперь это не экономит вам никак бесчестия. Проще твое просто захватить. Честно, это слишком долго, наверное, потом я смогу сменить статус объекта или еще что-то и только потом анонсировать, но это долго. Да, начнется война, но и мы должны без особых проблем побеждать. Да, смотрите, опять нас больше намного и нас в бою тоже намного больше. Все-таки, видимо, что-то здесь они додумались сделать. Слава богу. И да, опять не получилось, но зато получилась минус привлекательность собственно говоря дворян. И тогда отменяем это. Это мы уже сделать вряд ли сможем, там ребята радикализируются, тогда пробуем что-то другое сделать. И во Франции началась какая-то революция религиозная, господи. Вот нормально торговали, а теперь вот эта фигня пошла. Неудачно. Давайте также застретим уже, пожалуй, все, что тут можно. Это нам в дистанции пригодится, стоит начинать такое пораньше. У нас, конечно, бюрократия немножко просядет, но сейчас ее потихоньку достроим. Просто иначе это будет очень поздно. И Аляску тоже. Аляску мы никуда давать не собираемся. Ну и так, короче говоря, с этим тоже все как-то не получается, но вдруг, когда-то возвращаемся вот эти стыды, пожалуй. Тем более, пока смена выйдет, я думаю, никто вообще за них не должен вступаться. Черкесия сделан, то там тоже самое. И продолжим, наверное, куда-нибудь вот сюда завоевание. Давайте попробуем все-таки через другой путь, так сказать, пойти формировать нашу проблему с крестьянами. это душка непосредственно аристократов. То есть переход к профессиональной армии и по другим тоже пунктам будем пытаться душить. Допустим, не нанимать никаких всяких генералов из аристократов и вот это все подобное. Вообще не дают нам, не дают нам пропихнуть никакие законы, чертовы дворяне. Как будто стало сложнее, но на самом деле мне кажется, просто поменьше я делал. Раньше как-то успевала повезти. Тем не менее, сейчас индустриалисты поднимутся, интеллигенты поднимутся. Победим. И вот, надо уменьшить автономию. Наверное, это то, что это значит, смотрите-ка, о, они согласятся, они лояльный субъект, они согласятся на уменьшение автономии. Вау, неужели какое-то дипломатическое взаимодействие с марионетками может они вообще в этот момент будут аннексированы полностью и эти ребята согласятся. Вау, конечно, прям вау. Да, теперь это марионетка, и теперь ну-ка этот доминион. Видимо, следующий будет марионетка. Ну, тут сейчас Оспан находится в войне. Нам бы, знаете, нам бы как-то со Францией прям задружиться, бы давайте попробуем начать улучшить с ними отношения. И с кем у нас тут еще могут быть хорошие отношения? Он здесь со всеми как будто отличные отношения. Ну, это пока я на турку не напал. Даже, может, с Британией. Даже с англосаксами кооперативные отношения. Невероятно. Да, мы бы даже, наверное, смогли альянс сделать, но за получается уступ какой-то. Короче, так мы не хотим. Что, давайте, наверное, турка немножко подожмем, скажем так. Да, передайте нам, пожалуйста, Молдавию. Они могут согласиться, смотрите. Есть шанс, что они просто согласятся так. Без даже вот этого инцидента. Нет. Все-таки до инцидента дошло. И Пруссия и Палахия думают перейти на сторону Османов. Любопытно. Вы смотрите, что делаем. Эту армию передвигаем тут уже на юг. Эту армию также передвигаем вот сюда. Можно их передвигать без того, чтобы их сразу мобилизовывать. Это немножко удобно. Эти, да, армии пускай находятся все здесь. Отлично. И давайте, наверное, допустим, вот эти южные армии попробуем немножечко ратширить. И у нас тут вариант, откуда мы хотим их, я так понимаю, призвать. А когда мы их распускали, мы домики тоже ломали? Хороший вопрос. Что ж, давайте попробуем сделать из этой армии наша седьмая армия. Давайте сразу через альт, допустим. И вот это тоже сюда телевию и пехоту добавим. посмотрим, как это будет все смотреться. Да, Пруссия заходит на сторону османов, но это, конечно, подстава. Также наш флот, давайте мобилизуем как-то. Пруссию, что по флоту, 36 кораблей. Здесь вообще, ой, ребят, почти нет флота. Окей. И давайте усилим черноморский флот, я не знаю, попробуем, как это будет работать. Закажем здесь флот. И также сюда назначаем генерала. Допустим, и это есть третье исторжение, а есть именно отправить какой-то нот. Давайте вот сюда его отправим, посмотрим, как все это будет работать у нас. Блин, как приятно вновь вернуться в игру, в которой есть юниты, а не мифические непонятно кто. Ну и забавен факт, вот отсюда ребята на фронт вот этот пойдут вот туда. Ладно, все, что я могу на это ответить, я так скажу. В любом случае, давайте отправляем сюда всю нашу армию, но остальную часть нам придется, я полагаю, отправить все-таки на прусский фронт, чтобы здесь все было побезопаснее. Да, теперь они называли нас своим ревалом, ну, это пыток захотели, не мы. В смысле все еще будут находиться войне, так что я чувствую, здесь война будет не сложная, нужно только с Пруссией будет как-то разобраться. Ну и наделали мы сейчас себе цели, восточную Пруссию и со всех нам пускай платят деньги. У Пруссии скорее всего армия должна быть лучше нашей, почти наверняка я в этом уверен, так что надо быть конечно аккуратным, но не то чтобы у нас был выбор, они сами войска, они пока просто стоят, наверное же будут двигать в один момент, Франция на сторону османов пошла, вот это вообще неожиданно было, они вообще забыли о том, что ну как бы мы с хороших отношениями были буквально со всеми, ладно, все, что я могу на это сказать, ну что, давайте начнем эту войну уже в следующей серии, а с вами был Дубгей, обязательно подписывайтесь, если вы человек не подписаны, лайки, комментарии, твизис, крут, все как обычно и до скорых встреч, всем пока.